Приветствую вас с онлайн кулинарной канале CheckFood Я поздравляю в первую очередь вас, ну и во вторую очередь себя с тем, что на канале уже 10 тысяч подписчиков Это, конечно, огромная заслуга вас как людей, которым интересна тематика канала Интересен я как, скажем так, источник информации, ну и лицо этого канала Скажем так Поэтому огромное вам спасибо Я благодарен каждому подписчику за то, что он проявляет интерес к моему каналу Сегодня будет первое такое видео, посвященное комментариям под выпусками И начну я с видео, которое имеет наибольшее количество просмотров на моем канале Это видео, посвященное горячему шоколаду Называется «Настоящий горячий шоколад» или «Как приготовить какао» Видео набрало уже 214 тысяч просмотров Имеет очень много комментариев И я думаю, что прокомментировать эти комментарии нужно сегодня Пишет Елена Комаркова Скажите об этом и покажите это всем, кто продает напитки в кафе Они разницы не знают Соглашусь с Еленой Да, многие рестораны, многие кафе Когда вы приходите, открываете, видите, видите там набрание горячий шоколад И вам приносят именно какао То есть такой Тот вариант, который был в видео первый Это большой стакан Много молока, немного какао Вот Максим вам отвечает Зато они умеют объегоривать клиентов Продавая под видом жидкого шоколада обычный загущенный какао Это рецепт из того же разряда Понимаю Максима Максим просто немного путается в понятиях, что такое горячий шоколад Что входит в состав горячего шоколада Называя загущенный какао не шоколадом Фидор Стрелец Фигня в том, что сперва нужно смешать какао-порошок с нужным количеством сахара, песка, пудры и прочими сыпучими ингредиентами Чтобы изначально перемешать только ложкой Венчик в том порукой Венчик в том порукой Венчик в том порукой Можно и так делать Можно смешать какао-порошок с сахаром И добавить туда молоко Никакой разницы этого варианта и тот, который я показал в видео, вообще не будет Как вам удобно, так и делайте Ответ Хорошие какао-порошки смешиваются без комочков прямо в молоке С помощью обычной ложки Я именно так и делаю Ни малейшего комочка Никогда не случается Соглашусь Да, так и бывает Какие специи лучше сочетаются с какао и шоколадом Если захочешь разнообразить Я думаю мятные капли в шоколад Или крошка цедры А в какао корицу я пробовал Вкус интересный получается Да, очень подходит вкус корицы К шоколаду вообще Они очень близки по, скажем так, органолептике По вкусовому теплу, сказал бы так Можно также добавить халву Очень хороший вариант с халвой Тертые орехи, ваниль, имбирь Кстати, добавляют Сочетание очень интересное Вот год назад Человек написал, что ждем видеорецепт Горячего шоколада из какао тертого Рецепт на канале Попробовал сделать Скажу сразу, что Немного сложнее сделать из тертого какао Горячий шоколад Чем из какао порошка Но тоже возможно Есть некоторые нюансы Смотрите видео на канале Если вместо молока и масла сливочного Применить сливки 33% Получится горячий шоколад Теоретически да Потому что сливки Сливки это более жирное молоко Скажем так Поэтому если вместо молока и какао масла Либо сливочного масла добавить сливки Возможно будет то же самое Будет интересно, если в одном ролике Приготовите два варианта На какао тертым и со сливками Да, думаю, может быть Два варианта будет интересна В одном ролике Приготовите два варианта На какао тертым и со сливками Надо подумать, можно попробовать Пластик в горячее нельзя класть Это важно, деревянные предметы используйте Вы имеете в виду то, что если пластиковым венчиком размешивать горячий напиток То пластик расплавится и перейдет туда все Не буду спорить, возможно Но насколько известно, производители гарантируют Что пищевой пластик, который используется для применения на кухне Он абсолютно безопасен Огромное количество используется силиконовых лопаток И пластиковых лопаточек для переворачивания Пластиковая посуда Почему-то у мужчин все так хорошо получается во всех сферах жизни Возможно, не буду спорить Хотя у женщин тоже очень много чего получается Я думаю, если в холодную погоду горячий шоколад запивать не водой, а коньяком Будет намного вкуснее Соглашусь, да Я думаю, что для определенной категории, так скажем, случаев и людей Это очень будет кстати Вообще-то, строго говоря, второй напиток тоже нельзя назвать горячим шоколадом Настоящий горячий шоколад делается из тертого какао Тертых какао-бобов, а не какао-порошка Это разные продукты Я вот сейчас ищу из разных рецептов Попробуйте тоже приготовить горячий шоколад из тертого какао Да, еще раз повторяю, на канале есть рецепт из тертого какао Можно посмотреть Но я думаю, можно прокомментировать этот комментарий Потому что много таких комментариев есть Люди путают понятия, что такое шоколад Они выводят какао-порошок вообще из понятия шоколада Они считают, что шоколад вообще не включает в себя какао-порошок То есть тогда из чего делают шоколад, непонятно Поэтому давайте пройдемся по стадии изготовления шоколада То есть есть какао-бобы, какао-дерево На нем растут какао-бобы Эти какао-бобы созревают, их собирают Очищают от внешней скорлупы Потом это все перетирают на мельницах Получается тертый какао Его могут прессовать Он будет такими кубиками Очень похож будет на шоколад Но именно не шоколад Потому что шоколад, для того чтобы шоколад был настоящим шоколадом Он нужно темперировать, то есть создать кристаллическую структуру У тертого какао он не темперирован Он не кристаллизирован Боже мой, язык можно сломать Так вот, делают это тертое какао Потом из этого тертого, это тертое какао можно отжать И получить какао-масло Оно жидкое будет Потом это какао-масло затвердевает И получается кусками белые, белые куски Это будет какао-масло И отдельно получается, так скажем, жмых Который и называется какао-порошком Когда его потом перетирают Так вот, какао-порошок Это твердая составляющая шоколада А какао-масло Это, скажем так, жидкая составляющая Жирная шоколада Поэтому если соединить какао-порошок к какао-масло При определенных условиях И его темперировать Получится шоколад Поэтому если вы думаете, что какао-порошок Это не шоколад Вы очень сильно ошибаетесь Попробуйте сделать шоколад без какао-порошка Без этой твердой составляющей шоколада У вас будет белый шоколад, да Вы можете взять какао-масло Добавить туда сухое молоко Добавить туда ваниль Еще какие-то добавки И сделать белый шоколад А если вы добавите какао-порошок Это будет уже шоколад Поэтому учите матчасть, как говорится Изучайте тему Просто приготовить горячий шоколад Из какого-порошка проще всего Его можно сделать так же Топить шоколадки в молоке Как многие делают Тоже будет горячий шоколад Будет довольно вкусно Но Зачем Если вы получите такой же Напиток Похожий Только вам не нужно плавить Тем более дороже получится Вам купить шоколадку Растопить его в молоке И то же количество Такого же напитка Вы получите Из Количества Какого-порошка Который вам обойдется дешевле Тем более Если вы еще возьмете Хороший какао-порошок Какао-порошок Который Имеет в своем составе Например 20% Какао-масла Того же производителя Например Барри Калибаут Или вот есть наш Производитель Селиванов Хороший какао-порошок Можете Купить все это На Озон Это не реклама Просто Советы То вы получите Хороший Божественный Напиток А шоколадку Растопить Ее дольше На мой взгляд Вот как раз Лорида 32 Пишет Я делаю горький шоколад Так Довожу молоко до кипения Выливаю в кружку И кладу туда шоколад Кому какой нравится Или горький Или молочный Если горький То добавляю по вкусу Сахар Мед Количество шоколада На усмотрение Растворяю его в молоке Можно сверху Посыпать корицей Кардамоном Кто любит Или сахарной пудрой Получается густой Горячий Насыщенный Напиток Попробуйте Это легко и вкусно Соглашусь Да Это легко и вкусно Никто не запрещает Это делать Не говорит Что это плохо Вот Поэтому это как Вариация приготовления Этого напитка Кому больше нравится Кому как проще Например мне Действительно проще И я не вижу разницы Нравится делать Из какого порошка Из хорошего Какого порошка Небольшое уточнение Чоколадель переводится Как горькая вода Ну давайте посмотрим Как переводится Чоколадель Приводится как горькая вода Я что наговорил Разбавляли немного водой Вот И переливали из сосуда в сосуд Чтобы получить Характерную пенку На их языке он так и назывался же Пенная вода Чоколадель Пенная вода В моем варианте была пенная вода Пенная вода Ацтекского языка нет Ну ладно Давайте посмотрим Как говорили Посмотрим по Википедии Что Да Видимо Это не так все просто А вот здесь Например Астеки Назвали Чоколадель Пенная вода Ну это Статья с Дзена Здесь конечно Человек может и Пофантазировать Ну короче Кто-то называется Пенной водой Кто-то называется Горькой Благодарю Отлично Теперь поняла разницу То есть когда заказ Горячий шоколад Подают какао Или какао Загущенное крахмалом Но Я Не совсем Поддерживаю Такой Вариант Горячего шоколада Как Горячий шоколад Загущенный крахмалом Потому что Это не Точно не горячий шоколад Вот здесь вот уже вообще Я могу поспорить Что это не горячий шоколад Как только Применяется крахмал Этот напиток Называется Киселем Это Шоколадный Кисель Но не горячий шоколад Можете кидать в меня камни Я так глазурь Кондитерским изделием Делаю Да Я уже говорил Что это похоже На кондитерскую глазурь Я думал Что горячий шоколад Это расплавленный шоколад С чуточкой молока Да Это тоже так Так можно назвать Что горячий шоколад Это Шоколад Расплавленный С чуточкой молока Также Еще раз повторяю Горячий шоколад Можно приготовить Из порошка какао Но обязательно Обязательно Для того Что он был Имел свою жирность Если у вас не жирный Тем более какао Порошок Добавить Ну хотя бы сливочную В идеале Именно купить какао масло Добавить какао масло Тогда у вас будет Идеально Горячий шоколад И плюс Чайную ложечку Коньячку Отлично Оказывается Я всегда варил Горячий шоколад А я думал Это помадка Для украшения торта Ну видите Теперь у кого-то Это помадка Сколько людей Столько мнений Как в анекдоте А давайте теперь Спросим Ольгу Я не Ольга Я Иван Сколько людей Столько мнений И опять У нас появляется Максим М Не переживайте Вас обманывают Вы варили Не шоколад А обычную помадку Для торта Из какого порошка Для приготовления шоколада Вам пришлось бы Докупить шоколадное масло И растапливать Плиточный шоколад Приготовить шоколад Из какого порошка Молока нельзя Если Максим М Внимательно смотрел Видео Он наверное заметил Что там не только Один какого порошок И молоко Поэтому да Из какого порошка И молока Получится Кстати Похожий Напиток Но он будет Довольно горький Он будет на любителя Поэтому Если добавить еще Маслица Какао масло Либо сливочное Сейчас повторяю Сахара Что еще нравится Может быть Как раз Может быть Перчик и чили Может быть Имбиря Что-то еще Кому как Получится Обязательно Напиток Он называется Грячим шоколадом Опять Максим М пиш Нужно добавить масло Это ни о чем И так известно Что сливочное масло Добавляют во многих Шоколадные изделия Из-за сливочного вкуса Запаха и мягкости Что нужно обязательно Добавлять шоколадное масло Это в этом В рецепте ни слова Но если вы Опять же Внимательно смотрели Видео Я говорю о том Что у какого-порошка Отняли Какао масло Но мы ему Дадим взамен Сливочное масло Я не вижу Что обязательно Добавлять сливочное масло Это как одна из вариаций Более простая Более доступная Поехали дальше В Перу добавляют Гвоздик Кардамон перец Да Кардамон Тоже очень хорошо Подходит К этому напитку Вот гвоздику Не пробовал Не знаю Можно попробовать Но тоже как вариант Тоже неплохо Перец само собой Это Я в какао Обязательно добавляю Несколько кристалликов соли А вы как хотите А мы может быть Так же и хотим Соль Как усилитель вкуса В умеренном количестве Положительно сыграет На вкус напитка Представляете И без венчика получается Ну Я хочу Пояснить Почему я В видео сделал акцент На венчике Потому что У меня был первый ролик Посвященный Горячему шоколаду И там я все это Перемешивал вилкой И так же в комментарии Писали что Если мешаем Без венчиком То смотреть не стоит Поэтому я Обязательно Упомянул Что нужно обязательно Перемешивать венчиком Чтобы люди смотрели Вот видите Вы смотрите А венчиком я бы Если не перемешивал Вилкой То и наверное Просмотров на этом Видео не было Я добавляю В мясорнаде сливочного Масло какао Да Можно и так Сухой порошок И сахар Надо перемешать Потом залить молоком Можно и так Сделать Можно и так Только Вам нужно для этого Знать четко пропорции Которые вам нравятся Для того чтобы Смешивать Вот эту Чтобы смешать И порошок И сахар А потом уже Все это заливать молоком А если вы Добавите какао Потом молоко И будете потихоньку Добавлять сахар Вы можете сладость Эту регулировать Попробовать Сладенько Хватит Несладенько Еще добавили Почему у меня даже От запаха шоколада Сводит судорогой Желудок Шоколад Не ем К врачу К врачу Надо обратиться Это же глазурь Ганаш для заливки тортов Да Бинго Я в видео И так и говорю Что это ганаш Для заливки тортов А если вместо чили Добавить ложку Столовую водки То сбивает напрочь Противника Дешевый способ Направить неприятеля Или себя Ну Кажется Кто о чем Брат Брат Братик какой-то пишет Слушайте Супер Мне понравилось Все очень вкусно Видео со смыслом Кто-то Находит В моих видео Какой-то смысл А как приготовить Белый горячий шоколад Очень его люблю У нас в кафешках Его продают Белый горячий шоколад Вы можете сделать Элементарно Купить какао-масло Также его На небольшом огне Либо водяной бане Растопить Добавьте в него Еще Сухого молока Молоко Обычно Я не пробовал Не знаю Можно попробовать Добавить Что получится Можешь кстати попробовать Снять рецепт Про белый шоколад Горячий Добавить туда Сахар Добавить туда Ванилин Ну и Возможно Может быть Что-то такое Из фруктовых вкусов Можно поэкспериментировать Я думаю Можно будет снять ролик Про горячий шоколад В белом варианте Берем зерна какао Замалываем его в кофемолке И готовим Хоть какао Или горячий шоколад Достарова будем Если возьмете Просто Бобы Какао Которые продают Бывают нечищенные Перемолите В кофемолке Вы вместе с какао Перемолите Скорлупу Оно вам надо Можно взять Какао Крупку Такая продается Вот ее попробовать Перемолоть Да И попробовать Потом заварить Вполне Может получиться Напиток Кстати Можно тоже Поэкспериментировать Тоже Мне кажется Тема для Какого-то из роликов Здравствуйте А можете подсказать Рецепт горячего шоколада На воде Можно На место молока Попробовать Взять Заменители молока Например Кокосовое молоко Либо Овсяное молоко Это нужно Экспериментировать Можно Кстати Третья тема Уже По горячему шоколаду Чтобы было Прямо По-настоящему Идеально Нужно использовать Не какого-порошка А десертный шоколад С большим Содержанием Какао Тертого Можно еще Постараться Найти Какао-масло И влить Вашу смесь Можно Я постарался Я нашел Я вливал Будет Действительно По-настоящему Идеально На мой взгляд Горячий шоколад Слишком густой Он немного Стынет И пить его Будет невозможно Только ложка есть Хотелось бы Получить четкие пропорции Ну да Соглашусь Что при остывании Он будет еще густеть Возможно В моем видео Он слишком Чуть густоват То есть Его нужно Немного было Чуть разбавить Молоком Вот Но тут Дело вкуса Кому-то может быть Действительно нравится Густой Который можно ложкой есть А кому-то нравится Именно как напиток Который пьется Поэтому тут Смотрите Как вам нравится На свое усмотрение Пропорций четких нет Все нужно Я исхожу Из Количества Напитка Например На какую-то Определенную чашку Я беру Например Две ложки Чайный какао Если я хочу Небольшую Маленькую Кофейную чашечку Шоколада Если я хочу Побольше чашечку Я могу взять Три чайные ложки И уже Потом Добавляю молоко Добавляю сахар По вкусу Когда делаешь Горячий шоколад Молоко надо Теплым вливать Или холодным Без разницы Оно все равно Потом быстро нагреется И Ни теплым Ни холодным Будет горячим Добрый день А в чем смысл Добавления сливочного масла В горячий шоколад Смысл простой Потому что В шоколаде Есть какао масло А в какао порошке Какао масла нет Конечно Есть какао порошки Которые содержат В своем составе Какао масло Поэтому Если пытаться Придать Такую вот Сливочность Жирность Шоколаду Как она должна быть У него Добавляется Сливочное масло Потому что В шоколаде Присутствует Какао масло А когда Какао порошок Изготавливают Какао масло Отжимают А мы вместо Какао масла Дали сливочное масло Ну уж Было сливочное масло И добавили сливочное масло Как вариант Это и неправильно И неправильно Это и не криминально И ничего Это так Это вот как есть Вот и было сливочное масло Добавил сливочное масло Есть какао масло Добавляю какао масло Спасибо вам за рецепт Скажите Какого порошка Вы готовите напиток какао На 200 грамм молока 2 чайные ложки какао 100% 22-24 мгфат Получается очень крепким, уже как шоколад Дети у меня такое отказались пить Может я что-то не понимаю Я брал какао-порошок В этом видео Это какао-порошок Купленный во вкус Вилле Если дети отказались Попробуйте обычный Купите тот же вкус Вилловский Он вам понравится Потому что он не горчит Подскажите пожалуйста, я сварил какао Но потом когда немножко постоит Образуется сильная осада какао-порошка Если перемешать и пить, то на зубах чувствуется этот порошок Так и должно быть Должен ли вообще оставаться осадок Вообще-то когда вы готовите напиток какао Большое количество молока и меньше какао Вот именно первый вариант видео Если постоит какао Да, будет осадок Но осадок, который прям хрустит на зубах Не должен появляться Поэтому видимо у вас Может быть не низкого качества какао Нужно понимать каким образом на зубах чувствуется какао-порошок Скрипит, царапается Крупные фракции Песок какой-то Я не знаю Либо просто как взвесь какая-то Если будет очень мелкая-мелкая такая Прям знаете Взвесь прям совсем мелкая Это допустимо Потому что Да, какао-порошок Какао само Оно при отстаивании Отседает Его нужно обязательно перемешать А потом уже пить Нет сил выслушивать сказки Обойдусь без шоколада Нет сил Значит что же делаешь Для того, чтобы были силы Нужно как раз шоколад пить Идите спать Если нет сил А разве горячий шоколад крахмалу добавлять не надо У меня итальянская смесь горячей шоколады И там в составе есть кукурузный крахмал Ну правильно Как раз Вот Это вот как раз Должен выставить Максим М И сказать Ага Производитель вас обманывает Он в горячий шоколад добавляет кукурузный крахмал Для того, чтобы удешевить продукцию Это чисто технологический прием Добавляется кукурузный крахмал Так называемый Скажем так Защита от Ну неудачи То есть чтобы у вас действительно получился густой Хороший напиток Он вам понравился Вы покупали еще Добавляют кукурузный крахмал Но это Как я уже говорил Скорее всего На мой взгляд Шоколадный кисель Ацтеки варили только на воде с острым перцем Но молоком нет Если вы также смотрели Внимательное видео То я об этом говорю Что ацтеки варили на воде с острым перцем А уже когда потом Кортес привез этот шоколад На этот напиток В Испанию В Европу Вот этот напиток для европейцев Был очень-очень непривычен И для того, чтобы смягчить остроту Они стали добавлять в него молоко Поэтому с молоком Это уже европейский вариант Горячего шоколада Класс Горячий шоколад Нужно делать из тертого какао Не из порошка Проехали А вот похож В пакетике Алкинилированный какао То есть обработанный щелочек Как бы не совсем какао А его коммерческой версии Для детей Чтобы они успокаивались Я конечно понимаю Что да У нас огромное количество Специалистов Которые На взгляд Определяют Химический состав продуктов Рентгеном Глаз Прожигают Все насквозь Нет У меня какао Не алкинилированный Обычный какао Щелочи его не обрабатывали Если вы знаете Что щелочи обрабатывают Какао Для того Чтобы он лучше Растворялся Я его поэтому И провариваю дольше Я об этом видео сказал Анна Буон Нет Я с вами не согласен Для горячего шоколада Нужен порошок шоколадный В нем больше процентов Самого шоколада И тогда вкус Очень приятный В Латвии Когда-то была фабрика Лайм Выпускала такой порошок Что вот опять же Такой шоколадный порошок Я могу сказать Что это скорее всего Был тот же какао Порошок Также с содержанием Какого-то количества Какао масла Назывался шоколадным порошком Какао Это отходы Шоколадного производства Вот приехали опять Это отходы оказывается То есть когда у нас Какао тертый Отжимают У нас получается Какао масло И какао порошок И какао порошок Это у нас отходы Но может быть Для вас это отходы А может быть Для кого-то отходы Это какао масло Почему Вы именно Какао порошок Называете отходами Скорее всего Вы где-то прочитали это У вас это в голове Отложилось Кто-то такое Брякнул Что типа Какао порошок Это отходы Производства Шоколада И вы теперь везде Это транслируете Уверен на том Что какао порошок Это отходы Тогда попробуйте Еще раз повторяю Сделать шоколад Без какао порошка Это не совсем Горячий шоколад Горячий шоколад Не делается из порошка А именно из максимально Натурального шоколада Ну еще опять А еще там делается Максимально натуральный шоколад В порошке Нет какао масла Оно необходимо Для горячего шоколада Опять давайте Обратимся К производителям Какао порошка К тем К тому же Барик Калибаут И посмотрим Что у них в составе Даже указано Что содержит Например 20% Какао масла Я живу Во Франции 22 года В любом причинном ресторане Подают расплавленный шоколад И отдельное молоко Это называется Чоколад Клауд Чоколад Не буду Блин читать Я по французски Не знаю В Париже Есть два кафе Где дают Именно шоколад По ацтексски Без молока С каковым маслом Пряностями И без сахара Ну ради бога Пожалуйста Это можно делать Именно по ацтексски Только скорее всего Не все смогут пить Этот шоколад По ацтексски Какой вы интересный Ну наверное Не буду спорить Как ты задрал своим венчиком Убил себя охотно смотреть все это Без проблем Не смотрите Нет охоты Не нужно себя вести Как ежики Которые едят кактусы И плачут Не нравится Не смотрим А про венчик Я уже объяснил Потому что Вам не угодишь Вилкой мешаешь Не буду смотреть Потому что венчиком не мешаешь Венчиком мешаешь Говоришь об этом Не буду смотреть Что ты задрал своим венчиком Еще один вот Ежик с кактуса Очень затянуто Даже на скорости полтора Кое-как досмотрел Поскольку не было под рукой пульта То последние 15 секунд Как экскурсия в ад Вот до чего людей довожу Видите Они уже Прям как экскурсию в ад Уже воспринимают Вот хочет выключить И не может Потому что пульт далеко Боже мой Виктор Владимирович Как вам тяжело Сочувствую А кто из племени Вам рассказал рецепт Сам Мантисума Прям с ним сидели Как раз пили горячий шоколад И он мне как раз Поведал Как он это делает Ковшик с чашкой Кто мыть будет У меня есть специальный человек Который моет За мной чашки С ковшиками Когда я пью горячий шоколад Так что это уже Не моя проблема Сливочное масло Кипятить не надо Добавляйте в готовое Сливочное масло Никто и не кипятит Сливочное масло Добавляется уже В конце Когда готовый шоколад Горячий шоколад Уже готов Я уже добавляю Кусочек масла Еще немножко Проварю Для того чтобы Соединить все компоненты вместе У Майя был Горький шоколад Из какао-бобов А не какао-порошка И без сахара Ну да Какао уже Порошок Он уже не из какао-бобов Он уже Из других Каких-то субстанций Просто как бы Назвали его Какао-порошком Комментарии закончились По этому видео Я думаю На первый раз Довольно получилось Объемно Посмотрим Какой отклик Будет иметь Это видео Как вы Оцените Такой формат Тогда я думаю Продолжим Возможно Комментарии По другим выпускам По другим видео Всем спасибо За то что Были Сегодня со мной Пишите в комментариях Ваше мнение Что вас интересует Какие темы Можно поднять На нашем кулинарном канале Всех рад был видеть Всего доброго До встречи